О создании Центра кадастровой оценки в округе готовности региона к участию в национальных проектах открытия автозимника и авиасообщений с окружными селами шла речь на расширенном совещании при губернаторе. По традиции, руководители ведомств и окружных профильных департаментов доложили о текущей обстановке и ближайших планах. К обсуждению проблемных вопросов в режиме видеоконференц-связи подключились и главы муниципальных образований. О вновь созданном на территории региона Центре кадастровой оценки на расширенном совещании рассказала заместитель губернатора НАУ Евгения Калашник. Распоряжение о создании учреждения было принято администрацией округа в конце мая текущего года. В конце августа Центр кадастровой оценки прошел регистрацию. В настоящее время сотрудники учреждения ведут сбор информации об объектах недвижимости, подлежащих оценке и ценообразующих факторах. Учреждению переданы архивы обоих БТИ, работавших на территории округа. В связи с этим с октября этого года учреждение предоставляет справки о наличии или отсутствии собственности для населения, предоставляет копии технических паспортов и предоставляет копии права достанавливающих документов. Руководитель департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта НАУ Александр Лизер доложил о состоянии дел на автозимнике. Заключены контракты на зимний сержаве дорога. Завершается строительство зимника. 28-го у нас приемочная комиссия, 29-го официальный мусор. У нас по зимнику, я так понимаю, основная проблема – это переправа через реки. У меня есть понимание, что мы… Да, совершенно верно. У нас переправывается больше, чем это… И на длительном сроке это 15-й января. Января, то есть даже 29-го декабря мы не сможем, по сути, полноценно открыть. На территории субъекта здесь мы сможем, а с кем там, к сожалению, пока нет. То есть мы пока 29-го, с учетом наших переходов, где-то 29-го сможем открыть, да, наши внутренние территории субъекта. А эта устью СА, да, у нас там, получается, она только 15 января, да. Руководитель окружного профильного департамента также сообщил о начале продаж авиабилетов компании «Нордавия» по субсидируемым тарифам по маршруту Наринмар-Архангельска и Санкт-Петербург. Глава региона, в свою очередь, обратил внимание руководства Наринмарского объединенного авиаотряда на многочисленные жалобы жителей окружных сел на организацию рейсов по внутрирегиональным маршрутам. Мы из бюджета вам платим субсидию, больше 200 миллионов рублей в год на обеспечение регулярных перевозок наших жителей из сел в город. Я исхожу из того, что когда мы платим вам деньги на субсидируемые рейсы, у нас есть расписание полетов. И расписание полетов должно выполняться не из соображений вашего видения, нужно это делать или не нужно, экономически это обосновано или не обосновано, достаточно у вас пассажиров или недостаточно у вас пассажиров. У вас есть расписание, летайте по нему, пожалуйста, как авиатакси. Но мне не нужна ваша коммерческая деятельность. Вы ее исключительно тратите на свои зарплаты и на содержание лизинговых машин, которые вы взяли в лизинг для того, чтобы обеспечивать коммерческие заказы от недрпользователей. Вот округ от этого не получает ничего. В завершение расширенного совещания губернатор округа подвел итоги работы в выходящем году. Я думаю, что мы неплохо отработали в этом году. Это показывает и состояние бюджета, которым мы пришли в результате конца года. Мы приняли достаточно большое количество решений социального характера, чему я крайне доволен. Мы, мне кажется, максимально сбалансировали и вернули справедливость в тех вопросах, которые действительно в этом нуждались. И тем не менее остались, повторюсь, в сбалансированной бюджетной ситуации.